МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика России, социальная сфера, цены на нефть, взаимоотношения с Соединенными Штатами, патриотизм, экология. 12-я по счету прямая линия президента охватила широкий спектр вопросов, которые задали Владимиру Путину российские и зарубежные журналисты. За 3 часа 50 минут общения президент ответил на вопросы 47 журналистов. Что их интересовало, нам рассказали коллеги. Наша съемочная группа работала на площадке пресс-конференции. Пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в центре международной торговли. На мероприятии собралось рекордное число журналистов, около полутора тысяч человек, как федеральные, региональные, так и иностранные средства массовой информации. До начала пресс-конференции журналисты почти 2 часа общались друг с другом, брали интервью, чтобы понять, что больше всего волнует россиян. Дабы быть замеченными и увеличить свой шанс задать вопросы Владимиру Путину, каждый участник пресс-конференции подготовил разнообразные плакаты, такие как инвестиции для России, одаренные дети, евразийское и жирское общество, удар в спину, поехали дети, космос и даже чувства. Первый вопрос президенту поступил от журналиста радио «Маяк». Он спрашивал, в каком состоянии в настоящий момент находится российская экономика. Президент подвел краткие итоги уходящего года, они еще не окончательные. Цифры будут подбиваться, но президент отметил те проблемы, которые нужно решать. Нужно обеспечить рост экономики, поднимать доходы населения, которые в настоящий момент реально упали, и это ведет к снижению потребительского спроса. Но здесь есть положительный тренд. За последний месяц наблюдается рост заработных плат в реальном секторе экономики. Традиционными были вопросы об исполнении майских указов президента, дефиците бюджета и инфляции. Путин заявил, инфляция в 2016 году составит 5,5%. Он подчеркнул, это рекордно низкий уровень. Дефицит бюджета в прошлом году был 2,6%, в этом году показатель составит 3,7%. Как отметил глава государства, это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что сохраняется положительный баланс внешней торговли. Вопрос, который был интересен всем нефтедобывающим регионам, о ценах на нефть озвучил представитель РИА Новости. Глава государства подчеркнул, при формировании бюджета Россия будет исходить из консервативных показателей в 40 долларов за баррель. По его словам, экономика страны уже приспособилась к таким ценам. При этом он считает, что во второй половине 2017 года излишки нефти на рынке уйдут. Что касается продажи акций Роснефти, Владимир Путин сказал, что эти меры улучшают структуру экономики и привлекают новых собственников на российский рынок. Это швейцарская компания «Глинкор» и государственный фонд «Катара». Перечислили ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5% пакета Роснефти? Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объеме. Уже перечислены. Иностранцы, конечно, за Башнефть Роснефть сама заплатила 300 с лишним миллиардов. А иностранцы уже перечислили свою часть 700 с лишним миллиардов. В общем и целом, бюджет получил от продажи Башнефти и 19,5% Роснефти получил примерно триллион 100 миллиардов. Желающих задать свой вопрос было много, и каждый старался по-своему привлечь внимание президента. Это удалось в том числе представителю информационного агентства «Северпресс» из Салихарда. Девушка с Ямала подпрыгивала, и этим привлекла внимание Владимира Путина. Она назвала свой регион драйвером российской экономики, но сетовала, что не хватает дорог. Кроме того, журналист хотела услышать мнение главы государства по поводу регионов-доноров. Вы знаете, вот вы сейчас только что сказали о необходимости осуществления проекта «Северный широкий ход». Как вы думаете, вы в состоянии всё это сделать сами? Нет. Значит, вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина, которая называется «выравнивание доходов различных регионов», она является правильной. Если какой-то из регионов получает сверхдоходы, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы всё должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. И все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, они должны пользоваться одинаковыми правами, а это можно обеспечить только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов. И на сегодняшний день перераспределение для того, чтобы подтолкнуть развитие, оно необходимо. Поступали президенту вопросы о псевдопатриотах, импортозамещении, строительстве моста в Калининграде наподобие Керченского, ситуации на Ближнем Востоке, новых для России международных норм и ювенальной юстиции. Всего Владимир Путин ответил на вопросы 47 журналистов и выделил на общение с российской и зарубежной прессой почти 4 часа. В новом году зарплата медиков и соцработников Ненецкого округа будет не ниже уровня 2016 года. На заседании администрации региона актуализировали дорожные карты по планомерному повышению зарплат всех категорий работников в социальной сферы и здравоохранения до 2018 года. Изменения затронули целевые показатели уровня повышения зарплаты, установленные указами президента для социальных и медицинских работников к уровню средней заработной платы в Ненецком округе. Так, зарплата врачей региона в 2017 году составит 180% от средней зарплаты по округу, среднего медперсонала 100%, младшего 80%. При этом на сегодня зарплата врачей составляет 173% от средней зарплаты по региону, среднего медперсонала 100%, младшего 70,5%. Как пояснили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, у показателей есть запас роста. В абсолютных цифрах в 2017 году зарплаты будут, скорее всего, соответствовать номиналу 2016 года с постепенным ростом к 2018. При этом у младшего медперсонала зарплата должна подрасти на 10% уже в следующем году. Что касается социальной сферы, здесь профильное ведомство предполагает рост значений и в абсолютных цифрах. Соотношение к средней зарплате по округу для соцработников в 2017 году составит 80%, в 2018 – 100%. В округе меняется подход к проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В октябре этого года в силу вступило федеральное постановление, согласно которому изменен порядок выбора подрядной организации для выполнения капремонта. Теперь выбор будет происходить в два этапа. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта, предварительно производится квалификационный отбор подрядных организаций. На этом этапе проверяется наличие персонала, необходимых навыков и соответствие организации к квалификационным требованиям. Организации, прошедшие предварительный отбор, включаются в реестр квалифицированных подрядчиков для выполнения работ по капремонту общего имущества на территории Ненецкого округа. Затем региональный оператор проводит аукцион на право проведения конкретных видов работ по капитальному ремонту. В результате проведения конкурсного отбора подрядчики смогут выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества, лифтового оборудования и шахт. Также они получат право участвовать в электронных аукционах на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Недобросовестные подрядчики, которые не выполняют свои обязательства по капремонту в срок или сдают некачественную работу, будут внесены в черный список и исключены из реестра. Заявки от подрядных организаций на участие в предварительном отборе профильный департамент будет принимать до 13 января 2017 года. Сокращение расходов на административно-управленческий персонал Депутаты согласовали оптимизацию 16 учреждений образования. Эта мера позволит сократить затраты на администрирование и перенаправить средства на образовательные программы. 30 семей Неницкого округа улучшают жилищные условия. В регионе подводят итоги программы ипотека в 5%. Окружные законодатели согласовали оптимизацию 16 учреждений образования. Объединение организаций позволит сократить затраты на административный персонал и перенаправить эти средства на образовательные программы. В свою очередь это скажется на повышение качества образовательных услуг за счет перераспределения трудовых ресурсов, более эффективной эксплуатации единой материально-технической базы. По инициативе педагогических коллективов единое образовательное учреждение появится в поселке Шойно. Общеобразовательная школа объединится с детским садом. По этому же принципу крупные образовательные кластеры созданы в Наринмаре и поселке Искателей. Так в среднюю школу поселка Искателей вольются бюджетные учреждения дополнительного образования. Дом детского творчества поселка Искателей и детско-юношеская спортивная школа-поселка. Средняя школа номер 3 примет Центр детского творчества города Наринмара. Ненецкая школа имени Антона Пырерки объединит Ненецкую санаторную школу-интернат, санаторный детский сад и Дом детского творчества Наринмара. В настоящее время все реализуемые общеобразовательные программы – это в настоящее время начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые реализует школа имени Пырерка. Санаторная школа – это общеобразовательная программа начального общеобразования. Санаторный детский сад – образовательная программа дошкольного образования. Дом детского творчества – дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться в прежнем размере. В процессе проведения реорганизации в основном будут сокращены должности административно-управленческого и обслуживающего персонала. Обучающиеся воспитанники продолжат обучение в тех же зданиях и помещениях по тем же программам. На сегодня школа уже собрала под одной крышей санаторную школу и ДДТ. Необходимость такой оптимизации также обусловлена и отсутствием в учреждениях специфической направленности воспитанников с туберкулезной интоксикацией. По данным, представленным Департаментом здравоохранения, у нас нет детей в данных двух учреждениях, нет детей с туберкулезной интоксикацией. То есть те дети, которые имеют данную туберкулезную интоксикацию, они проходят лечение в тубдиспансере. И услуги данным детям будут отказываться также педагогам на месте их лечения. Все прочие дети могут обучаться на тех же условиях, что остальные дети. Дальше, то есть образовательная программа здесь никак не нарушится. Ликвидации санаторного детского сада никак не предполагается, то есть дети также будут получать данные услуги. При этом у школы Мини-Перерки уже есть медицинская лицензия. На ее базе планируется создание единого школьного центра здоровья для часто болеющих детей. Кроме того, единое учреждение дополнительного спортивного образования объединит в себе площадки «Норд», «Лидер» и «Старт». Одним юридическим лицом станут школы искусств на Ринмаре и поселки Искателей. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В округе подвели итоги работы программы 5-процентной ипотеки. Ровно год назад был подписан первый кредитный договор 5-процентной ипотеки в рамках заключенного соглашения между администрацией Ненинского округа и Московским индустриальным банком. За этот период в рамках программы «Жилье» в новостройках региона приобрели более 30 семей. Из бюджета округа было выделено более 5,5 миллионов рублей. Механизм обеспечения доступного жилищного кредитования граждан довольно простой. Желающие улучшить свои жилищные условия должны обратиться в кредитную организацию, с которой заключено соглашение о предоставлении субсидий. На сегодняшний день такое соглашение заключено с Московским индустриальным банком. В случае принятия банком положительного решения о выдаче кредита с гражданином заключается договор, предусматривающий процентную ставку не выше 5% годовых в течение 10 лет. Разницу с процентом ключевой ставки Центрального банка России компенсирует бюджет округа. Финансирование предусмотрено за счет средств госпрограммы Ненецкого округа. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому округу Иван Юшманов посетил структурное подразделение в Наринмаре. Напомню, с 1 октября текущего года отдел судебных приставов по Наринмару и Заполярному району входит в состав управления. В рамках рабочего визита главный судебный пристав области и округа провел прием граждан и оценил работу приставов. В течение 2016 года в региональном отделе на исполнении находилось более 19 тысяч исполнительных производств. Большую часть из них составляют производство взысканий с физических и юридических лиц за должности в бюджет. В результате работы приставов окончено более 10 тысяч производств, из них 6 813 фактически исполнены. В пользу взыскателей перечислено свыше 678 миллионов рублей, в том числе более 98 миллионов недоимок по налоговым платежам, порядка 7,5 миллионов рублей административных штрафов. Считаем, что потенциал есть и стремится уже ко многому еще. И более интенсивно работать, это, наверное, одно из таких проблемных мест. У нас целиком установлены показатели работы, то есть как нас оценивают. В первую очередь, то, конечно, доля исполнения производства окончена фактическим исполнением. То есть из всех находящихся на исполнении исполнения производства 48% должно окончиться фактом. По словам Ивана Юшманова, с текущего года действует закон об ограничении спецправ. Он позволяет ограничить в правах на управление спецтранспортом должников по ряду категорий исполнительных производств. Здесь их немного таких ограничено, всего лишь 36 человек. Ну а закон, позволяющий пристам ограничить граждан выездить за пределы Российской Федерации, тут побольше, тут более 400 человек ограничили. Тысячи детских голосов прозвучат на всю страну. Сводный детский хор России выступит накануне Нового года. В числе участников всероссийской акции – 10 юных жителей Наринмара. Ненецкий округ занимает второе место по экологическому капиталу. Всемирный фонд «Дикая природа» подсчитал экологический след регионов России. Согласно докладу организации, совместно с экспертами Глобальной сети экологического следа, Ненецкий округ обладает значительной биоемкостью. Это способность экосистем восстанавливаться и обеспечивать человека необходимыми ресурсами. Лидером экологи признали Чикотский автономный округ – третье место за республикой Саха-Якутия. К тому же в этих трех субъектах человек меньше всего влияет на экосистему. Имеется самый низкий экослед. Самыми скромными запасами биоемкости обладают Москва и Санкт-Петербург. По данным фонда, доклад наглядно демонстрирует, что Россия обладает значительными запасами и возобновляемых ресурсов. На сегодняшний день страна потребляет меньше ресурсов, чем способны воспроизвести ее экосистемы. В то же время экологический след России превышает среднемировые показатели. В период с 2009 по 2012 год среднедушевой экологический след в стране увеличился, что привело к сокращению ее экологических резервов. Десять воспитанников школ искусств в Наринмаре и поселка Искателей примут участие в новогоднем концерте сводного детского хора России. Традиционно в него входят около тысячи хористов из разных регионов страны и по 10 талантов от каждого субъекта. Выступление юных исполнителей пройдет 27 декабря в здании Государственного Кремлевского дворца. В поездке ребят сопровождает преподаватель школы искусства поселка Искателей Ирина Айдулина. Почти неделю дети будут участвовать в масштабных репетициях под управлением ведущих хормейстеров страны. Об этом в телефонном интервью нам рассказала директор детской школы искусства поселка Искателей Надежда Болотова. Звонили, устроились в гостинице, все-то летели, все хорошо. Там все расписано по минутам, по часам. Организовано все очень так на высоком уровне. То есть автобусы, охрана, это 100% медицинское служивание. Дальше вот их развозят в разные концертные залы, где они собираются, репетируют. А потом уже вот их в тысячный вот этот хор собирается уже. И там опять Гергия будет дирижировать с Мариенки. Он им как отец родной. Они прямо обожают его все. Также в рамках этого концерта участники хора от каждого федерального округа исполнят свою песню. По словам Надежды Болотовой, чтобы представить многонациональность нашей страны, четверо ребят будут выступать в национальных костюмах. Поездка группы школьников на концерт сводного хора финансируется за счет средств компании «Лукойл», перечисленных в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть наши новости вы также можете и на сайте по адресу trksever.ru. Ну а далее прогноз погоды. Продолжение следует...